Привет любителям восточной музыки! Это Коруна. И сегодня у нас с вами будет очень важный урок. Так, берем с вами дудук в стройля. Берем камыш. Переворачиваем. Однажды я уже демонстрировал эту альтернативную технику игры на дудуке. И начинаем играть. Так, поставлю-ка я ноту ми. На самом деле с камышом я, конечно, прикольнулся. Его можно не вставлять, потому что играть мы будем все равно с обратной стороны дудука. Да, не отсюда. Это просто так. Так, убираем камыш. И что я делаю? Значит так, я зажимаю отверстие заднее. Так, смотрите, да, не горлышко, а с другой стороны. Зажимаю большим пальцем. Дальше я зажимаю пальцами еще несколько отверстий. Три здесь и одно здесь. И так мы получаем ноту ми, которую я вот сейчас вам, собственно говоря, и включил. Позиция игры такова, что вы делаете трубочку такую, такую вот, с небольшим отверстием. После этого прикладываете флейту под определенным углом. Этот угол вам необходимо найти самим. И старайтесь извлечь звук. При этом, как бы, вот это моя вот личная подсказка, которую я каким-то образом изобрел, да, вам необходимо как бы представить, что вы стараетесь подсунуть в это отверстие немного верхней губы. То есть чуть-чуть верхнюю губу, как будто вы туда просовываете. Она туда, конечно, не просовывается, но немного совсем, видимо, попадает. И неспроста вот мне пришло именно вот так это. И так звук получается извлечь проще. Вот, может быть, это совсем мне не нужно, но вот у меня так. Смотри. Не вот так, а именно вот как-то так, под 45 градусов, что ли. Чтобы настроиться на эту ноту, вот под дам, да, необходимо чуть-чуть порегулировать угол соприкосновения с губами. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы заметили, то сейчас я изменил угол соприкосновения с губами. То есть здесь у меня была более такая позиция как бы на 90, что ли, градусов, да, и ближе к 90, видимо, чтобы вот так вот подстроиться. Но вот на этих нотах мне пришлось ее чуть-чуть выровнять в эту сторону. Не строит, видите, высит. А вот так не высит. Только надо не забывать крутить. Конечно же, в правильно настроенной продольной флете, а это именно то, что мы сейчас пытаемся имитировать, флейту крутить не нужно. Ее нужно один раз только приставить под определенным углом, и, соответственно, открываете от нужной отверстия, где у вас получается встроенный звук. Но, естественно, дудук он не сделал, чтобы играть на нем таким образом, тем более с конца, поэтому я здесь пытаюсь импровизировать. Можно также подниматься вверх, но вверх тоже труднее. Звук сделать в стабильном, как и, собственно, вниз. Вниз мне пришлось подкручивать его сюда и дуть немножко по-другому, более мягко, что ли. А вверх придется, наоборот, дуть более жестко, причем подкручивать его еще сильнее вот сюда. Не знаю, получится или нет. Давайте попробуем. Я здесь половиночку делаю. Вот такой какой-то у нас восточный с вами получился лад. Попробуйте, попрактикуйте, особенно если вам надоело уже мучиться страстями, которые в осенний сезон набухают очень быстро у всех, не только у вас, но и даже у профессионалов, я уверен. Действительно, трости очень-очень быстро набухают, и там здесь мы поиграли, и все, нужно менять на какую-то другую. Ну, во всяком случае, у меня. Так что иногда вот так вот полезно. Кстати говоря, эта информация может быть полезна для тех, кто вознамерился купить себе армянскую продольную флейту, которая называется Блуд. Блуд – это вот разновидность такого рода флейт, в семье которых еще можно назвать, наверное, турецкий ней, который, знаете, из камыша делается, вот такого же материала, только трубочкой, да. Арабский ней, у которого чуть другая постановка, что еще, различного рода балканские ковалы и так далее. Как я слышал, такого рода флейта наиболее древняя. То есть, видимо, это первое, что пришло людям в голову, каким образом можно из трубочки с дырочками извлечь звук. И они это сделали именно вот в такой вот позиции. Вот. Так что, если вы задумали купить себе Блулы, думаете, не потратите мне лишние там 10-12 тысяч, или сколько он стоит, попробуйте сначала на дудуке, если он у вас есть, извлечь звук вот таким вот образом. Если там через неделю у вас ничего не получится, то Блулу лучше не покупайте. Потому что так извлекать звук реально не очень просто, и вы можете быть разочарованы, купив инструмент, которому просто не готовы, или просто нет таланта, ну или просто нет усидчивости, скажем так. Я думаю, что любой может получить вот этот звук, но у меня у самого ушел не один, не два, не три, не знаю, сколько дней ушло, чтобы извлечь первый звук вот таким образом. Я был в этом не очень талантлив. Вот так. Это был Корона. Увидимся. Пока.